Говорят, крепкой дружбы в шоу-бизнесе не бывает, и она так же быстротечна, как и популярность. Сейчас узнаем у артистов, что же они не поделили между собой. На 10-й юбилейной премии ТОП ХИТ ЭВОРД собрались самые именитые популярные гости, которые весь вечер провели в компании друг друга. Но одно дело фотографироваться вместе на мероприятиях, а другое дело доверять свои секреты. Мнения по поводу дружбы в медиасфере у артистов разделились. Я дружу с Дони, знаете такого парня? У тебя есть борода, я скажу тебе, да, Натан. Ну, в общем, много блокстаровских ребят, с которыми я общаюсь. Опять же, такие пацаны из группы, в которой я был раньше, тоже мы с ними общаемся. Поэтому дружба возможна, но это очень такой сложный моментик. Честно, у меня нет. И я считаю, что в шоу-бизнесе очень тяжело найти дружбу. Не знаю, как на самом деле обстоят дела с дружбой, но творческий дуэт у артистов точно получаются отличные. На премии было немало событий, которые шокировали публику. Дима Билан сделал громкое заявление со сцены, предложив Мари Краймбери сделать еще один дуэт. Я хочу предложить и дуэт. Все, я обещаю перед всеми камерами, я делаю второй дуэт. И мы пишем второй дуэт, хорошо? Я самый счастливый человек. На самом деле мы обсуждали второй дуэт много раз уже, и как-то все, не доходили руки. И я сегодня почувствовала, что тот самый день, когда нужно сказать, все-таки давай мы это сделаем. Я в этом нуждаюсь очень. Я его безумно люблю. Я мечтаю еще об одной песне с Димой Биланой. У меня, конечно, что это будет потрясающе круто. Сердце певицы все еще свободно. А вот ее близкая подруга Клава Кока недавно нашла свою любовь на телешоу. Мари призналась, что ей сначала не понравился кандидат на сердце Клавы. Я люблю ее любой. Я приму любой ее выбор, даже если он мне никогда не будет нравиться. И никогда в жизни не буду говорить, а я же говорила, если вдруг я что-то говорила против, скажем так. Но в любом случае я сейчас за нее безумно радуюсь, я безумно кайфую. Она счастливая девочка, она у меня счастливая малышка вообще. И желаю, чтобы у нее все сложилось так, как хочет она сама. Юлиана Караулова рассказала, что ее личная жизнь не всегда складывалась гладко. Она недавно выпустила новый трек «Девочка, не прощай». А что приходилось когда-то прощать самой певице? Я прощала измену, не считаю, что это было правильное решение. Ну, на тот момент мне показалось, что так нужно сделать. Мне захотелось это сделать, и я сделала. На премии артисты удивляли публику своими нарядами. И Митя Фомин, любитель ярких образов, конечно же, не стал исключением. Его новое амплуа заметили все. Нет, это я вам сказал журналистам, что кто-то сравнимо с посаденцем Печкиным. Ну, какой же я Печкиным? Это просто атрибут мужского экстерьера. Сейчас он мне нравится, а потом, может быть, я завтра их сбрею. Как только начинают играть хиты Гаязов с Бразерс, все сразу же начинают танцевать. Но оказывается, парни почти не потратились на свой первый трек «Кредо». Что наш успех обошелся нам в очень-очень большие труды, но именно вот эта песня, которую услышал народ, обошелась нам в 1200 рублей. Веселье, танцы, коктейли и награды – это все про премию Топ Хит Эвордс. И даже заклятые друзья на один вечер становятся самыми близкими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok